Аккуратненький был, как гусеничка. Совсем хорошо шевелится, непонятно было, где голова. Вон там контейнер есть. Привет, друзья! Меня зовут Кузецов Сергей, и это канал Опыт Чудака. И, как вы знаете, приехали мы моим семейством в Крым, приехали в Севастополь наконец-то после трехдневной дороги. Итак, после горячей встречи с родственниками накануне мы отправляемся в центр Севастополя погулять, посмотреть, что изменилось за пять лет, которые мы не были здесь. Наша дочка еще у нас, так сказать, в животике приезжала сюда в последний раз, о чем свидетельствует ее фотография на УЗИ. Ну и теперь своими ножками она пойдет по городу Севастополю и все посмотрим, какой негатив нас ожидает, какой позитив. Итак, смотрим до конца, друзья, заставка пошла. Все, а тут маленькая кнопочка есть. Как хорошо иметь работящую жену. Весь дом построила мне. Я в гвозди только у шпива подавать. Вот приехали мы в Севастополь. Центр города, Южная бухта. Трое с половиной суток ехали. Конечно, с перерывами, но все равно устали. Теплая встреча родственников. Разговоры про то, чей Крым и прочее. Ну, мы не будем вдаваться в политику. В общем, будем отдыхать, пытаться как у нас будет это получаться. Отслабляться, еще пока не отоспались. Нормально, но вроде так уже почву под ногами почувствовали. Ну и начнем нашу прогулку с Южной бухты. Пять лет назад наше знакомство с Севастополем начиналось именно отсюда. И, в общем-то, не случайно мы опять приехали на это место. Пойдем посмотрим, как что поменялось. Севастополем начиналось. Прямо невозможно вообще с ней дело-то иметь никакое. Ты крутая, что ли? Сюжке больше интереснее собачку мяч сидеть дома у родных. Да, Сюжка. Я думаю, что Тишка по тебе не раскручает. Она, наверное, живее, чтобы ушла. Мы вечером зато придем, будет дома взять Андрей и тетя Света, и можно будет в ней во дворе. Ну, у родителей настроение, как всегда, прекрасное. Ну, а маленький кисенок вечно чем-то недоволен. Погода отличная. Севастополь – это город, конечно же, для культурного времяопровождения, для культурного ознакомления. Много памятников, памятников исторических, памятников архитектурных, и очень много военных памятников, причем разным воинам, как и в Афганистане. Солдатам войны в Афганистане. Вечная память погибшим. Так и памятникам первой обороны Севастополя, второй, ну и так называемой третьей обороны Севастополя, тоже какие-то памятные доски мы наблюдали в эту прогулку. Вот такой детский городок, честно говоря, 5 лет назад его не помню, ну, возможно, раз не было у нас детей, может быть, мы просто не обращали внимания на это. А, да там ничего страшного, Саша. Чисто, аккуратно, все культурно. Мама, помоги мне! Атмосфера, царящая вокруг, нас, безусловно, радовала. Никакого напряжения, никакого негатива. 5 лет назад, если честно, встречали мы негатив, я о нем расскажу. Как же приехать в Севастополь под памятник заданувшим кораблям и не искупаться? Проверим, какая водичка. Протокольное купание у меня произошло. Ну, как же такое историческое место приехать и не искупаться? Мы видим пулевые отверстия в стене. Это тоже памятник, памятник расстрелу матросов царскими войсками. Да, и вот очень интересно тот факт, что памятники в Севастополе выживаются и советские, и царские. Это нормально, абсолютно культурно. Это вообще полная глупость, когда меняется власть и начинают ломать памятники, памятники прошлого, недавнего, что происходило в целом по стране. Ну, у нас, слава богу, это давненько уже было. Но в некоторых странах это происходит и сейчас, и очень неприятно. Вот такие вот солнечные часы. Споры людей вокруг происходят, правильно ли они показывают время. Половина толпы говорит, что неправильно, кто-то показывает, что правильно. Думаю, что правильно солнце, солнце все-таки светит правильно все время. Вот такая экспозиция, посвященная оборонам Севастополя. Начиная от первой обороны, показана вся история в нескольких буквально полотнах. Вторая оборона, ну и так называемая третья оборона Севастополя. Слава богу, она получилась бескровной, ну, практически бескровной. Но могло быть, могло быть очень плохо на самом деле, к сожалению. Я все-таки за мир между людьми, никому не интересна война. В мире надо жить всем вместе. И так сейчас, друзья, мы поедем на самую дешевую, какую я видел в своей жизни, морскую прогулку. Поедем на пароме. Паром в Севастополе это практически общественный транспорт, поэтому тарифы очень скромные, тарифы городские. Порядка там 40-50 рублей за билет. И можно пересечь Севастопольскую бухту и посетить северную сторону, что мы и сделаем. Всем рекомендую съездить на северную сторону, на таком пароме. Стоит недорого, а можно увидеть всю Севастопольскую бухту. Корабли видно, военные парусники. Выход в открытое море виден. Очень красиво, познавательно. Еще бы экскурсолог что-нибудь рассказывал, был просто класс. Очень доволен таким общественным транспортом. В Севастополе нигде мы не встретили в этот раз никакого негатива. Все было максимально... Люди приветливые, везде общение максимально культурное. Я расскажу случай, который произошел с нами 5 лет назад. Супруга была беременная, и мы в центре Севастополя, здесь же гуляя по бухте, искали просто-напросто туалет, нашли его на рынке городском, который тут неподалеку находится, и нас просто туда не пустили по причине того, что у нас было 500 гривен, а вход стоил 2 гривны. И там очень такая приветливая, в кавычках, бабуля на входе начала на меня просто борщить. Там понаехал и сюда, весь Крым нам тут загадили, давай, вали отсюда, давай, иди в банк, меняй, разменивай. Я говорю, давай, я сейчас хожу, разменяю, а супругу оставлю, пусть она идет. Нет, нет, давай, давай отсюда, понаехал и тут. В общем, разругались мы с твоей бабулей. Хотелось бы, конечно, с ней увидеться еще разок, посмотреть, как она себя сейчас ведет, но дай бог здоровья, и она, конечно, была сильно пожилая. В этот раз-таки гугуль нам не встретилась, к счастью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Город русских моряков Город русских моряков Дима Торзок Наверно, это была бы грубейшая Историческая несправедливость Когда мы были пять лет назад Здесь основания Полагать, что такое может произойти Были И опасения Вызывали Многие обстоятельства Даже настроение людей было абсолютно другое, чувствовалось какое-то напряжение, какие-то споры, разговоры постоянно ходили. Я, конечно, не думал, что может дойти до того, что дошло, но, тем не менее, напряжение какое-то и какой-то негатив был постоянно. Но это мое мнение, мнение моей супруги. Сводил я семью пообидовать в столовую военно-морского флота. В целом, бюджетная такая и приличная столовая, все красиво, аккуратно, офицеры действительно ходят, гражданские. Ну, единственное, что приходить в нее надо пораньше, мы довольно поздно уже были, и просто покушать мне, мужчине было мало. То есть, такое чувство, что моряки на диете сидят, то есть, там мясного такого, типа свинины, говядины, ничего не было. Но, в целом, все равно, друзья, рекомендую, если придете пораньше в ассортименте, в принципе, в меню я видел, что присутствуют не только куриные блюда. Ну, а если вы на диете, то, пожалуйста, можете и попозднее приходить. Столовая, как-то военно-морского флота, военторг. Культурно, недорого, совсем недорого, но после двух часов дня, сколько сейчас, часа два, наверное, практически уже ничего нету. Все съедено, работает до четырех, но вот уже кушать нечего, поэтому папа на голодную. По Севастополю можно ходить бесконечно, посещать его исторические места, памятники, достопримечательности. Конечно же, в небольшом ролике это невозможно уместить, да это не задача моего ролика. Главное, для себя мы отметили положительные перемены, которые произошли в последнее время. Своими глазами я увидел, как и что происходит в городе, что меняется, что пока не меняется. Время пролетело в этот день незаметно, мы вернулись домой уже затемно, хотя казалось, что только-только мы вышли за порог дома. Ну, в общем, вот наш арбуз, который мы приобрели в Краснодарском крае, на развале, на выставке. В общем-то, профессиональный, как сказать, арбузопродаватель или арбузовыращиватель, я не знаю, как его назвать. Специалист выбирал мне, там он полпал по всей куче арбуза, выбрал мне самый лучший из тех, что по моим критериям были. Но что-то мне говорит о том, что нифига он не самый лучший. В общем, теперь мое мнение глубокое, что нет объективных никаких требований к арбузам. По критериям, по которым снаружи специалисты определяют, хороший или плохой. Когда вот подходишь там на рынке и там вот пацаны стоят таки по разным арбузам, бах-бах-бах-бах, так вот этот вот и бери там и будет классный. Не, нифига. Чувак лазил там, все искал, примерял и вот в итоге вот такая вот ерунда. То есть он, во-первых, недозревший, во-вторых, какие-то белые пятна, ну, скорее всего, из-за того, что недозревший. Ну, в общем, вот так. Вторая половина августа, арбуз недозревший. То есть и специалист по внешнему виду не смог это определить. Хотя, в общем-то, оказался неплохим пацаном сначала. И неплохой диалог с ним получился. Вот так. Если вам понравилось это видео, то ставим лайк, подписываемся. Меня зовут Александр Сергей. Опыт Чудака. И я верю, что все будет хорошо. По крайней мере, когда-нибудь. Смотрите, друзья, следующие ролики. Дальше будет 35-я батарея. Мангуб Кале. Голубая бухта. Мыс Фиолент. Подводная съемочка будет. Парк Анны Ахматовой с посещением пляжа. Мой проплыв в Херсонес-Таврический. Вокруг Волнореза. А также Судак. Мыс Меганом. И много-много еще интересного. До встречи, друзья. Открываем следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok